Каковы основные причины возникновения инсулинорезистентности? Первое и самое главное – это углеводное питание. Это когда вы едите огромное количество сахаров, рафинированных углеводов. Ваш рацион в основном состоит из мучного, из макарон, хлебобулочных изделий. Вы едите белый рис, картофельное пюре и очень много выпечки из муки. Тут же накладывается бесконечное дробное питание. Когда вы постоянно что-то кусочничаете, позавтракали, попили чай с конфеткой, потом опять перекусили, потом фрукт поужинали и при этом вы еще мало двигаетесь. Если вы едите огромное количество углеводов и мало двигаетесь, то вас ждет набор лишнего веса и как следствие вас ждет инсулинорезистентность. Но вас точно так же ждет набор лишнего веса и инсулинорезистентность, если вы будете переедать жиры, не только углеводы. У вас может вообще не быть углеводов в питании, но при этом инсулинорезистентность и лишний вес. Инсулинорезистентность – это следствие низкого процента мышечной массы и чрезмерно высокого процента жира в организме, который мы получаем, если переедаем. Неважно что, и жиры, и углеводы, и даже белки в каком-то смысле могут провоцировать набор лишнего веса, если их переедать. А вот снижение процента жира в организме снижает инсулинорезидентность и даже лечит диабет второго типа. У своих клиентов я чаще сталкиваюсь с тем, что переедаются как раз не углеводы, а жиры. Слишком много жиров в рационе обычно. А вот количество приемов пищи не влияет ни на похудение, ни на набор лишнего веса. Это не имеет значения. Перекусывайте сколько хотите, просто следите за суммарной калорийностью съеденного в сутки и в неделю. Что я увидел в этом видео? Очередную демонизацию углеводов и очередное распространение мифов о том, что частые приемы пищи вредны. Ксения, видимо, адепт инсулиновой теории ожирения. Но эта теория себя не оправдала. Ибо множество исследований показывает, что люди худеют прекрасно и на углеводах. Неважно, что там у них, инсулинорезидентность или даже диабет. Повторюсь, инсулинорезидентность – это результат нехватки мышечной массы и избытка жировой. Нехватка мышечной массы – это следствие отсутствия тренировок и нехватки двигательной активности. А избыток жировой массы – это следствие нехватки двигательной активности и избытка калорий из пищи в долгосрочной перспективе. Я опять это сказал. Просто побольше гуляйте, тренируйтесь хотя бы полчаса в неделю суммарно и следите за калорийностью питания. И все у вас будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!